Всем привет! Сегодня я к вам с новым видео. В сегодняшнем видео мы с вами будем делать макияж, посвященный празднику, дню всех влюбленных, дню Святого Валентина. И я, естественно, вдохновилась более розоватой, более нежной такой девчачьей цветовой палитрой. Поэтому, если вам интересно, как я сделаю этот макияж, использую, кстати, только белорусскую, на 99,9% только белорусскую бюджетную косметику, то, естественно, оставайтесь со мной. Если вы впервые попали на мой канал, еще раз здравствуйте, меня зовут Анастасия. Мы встречаемся три раза в неделю, говорим про косметику, делаем очень много макияжа, обсуждаем покупки. Также периодически я снимаю видео «Преступления и макияж», в которых я делаю свой макияж и рассказываю вам историю про преступления в одно и то же время. Если что-то из вышеперечисленного может вас заинтересовать, оставайтесь, подписывайтесь, ну а мы, как всегда, без толких разговоров начинаем. Поехали! Итак, давайте начинать. И начинать будем с двух палеток Art & World Design. Одна называется Intellect, другая называется Nude. Начнем с Nude. Тут мне понадобятся матовые оттенки. А в палетке Intellect мне понадобится шиммер. И также я еще хочу немножко розового добавить. Пигменты от Focalure, он также очень бюджетный. Это, наверное, единственный небелорусский продукт в сегодняшнем видео. Но давайте начинать с палетки. Как я вам сказала, из палетки Nude возьмем вот этот оттенок. Начнем с него. Он в верхнем ряду, самый последний. И пушистая кисть от Бейли. Это номер 228. И занесем его в складку. Он послужит у нас теневым. Создаст легкую тень. И хорошенечко я его пушистой кистью растушевываю. На веках у меня нанесен консилер. Консилер я не помню какой, но в общем это не важно. Консилер в светлом оттенке. И я его сверху, возле бровей, получается, перепудрила бесцветной пудрой. А на самом веке консилер у меня не перепудрил для того, чтобы чуть лучше все последующие и металлические оттенки, и также пигмент, который я планирую использовать, чтобы все это гораздо легче и проще ложилось. Также этот оттенок я буду набирать и взносить в уголочек. Макияж, как всегда, будет простой. И скорее приурочен 14 февраля, потому что я сегодня проснулась и поняла, что сегодня 14 февраля. И по понедельникам я обычно снимаю видео с утра и вечером я день в день его выкладываю. Единственный день в неделю, когда я день в день снимаю, монтирую и успеваю выложить видео, поэтому всех отмечающих, во-первых, с днем цветов Валентины, с днем всех влюбленных, а всех не отмечающих просто с очередным, надеюсь, хорошим днем. У меня, кстати, сегодня день вообще не сбылся с самого утра. И что-то как-то все пошло не по плану, но... Тем не менее, как говорится, не будем унывать. Следующий оттенок, который я буду набирать, это... Точнее, я буду набирать смесь двух оттенков. Это самый темный и вот этот, который мы уже использовали при форме. И еще лучше на слою. Все это дело в уголочке. Также я взяла другую кисть от Бейли. Это синтетический набор. И здесь у меня кисть под номером Y27. И в самый уголок я его занесу. И по чуть-чуть буду стараться оттянуть уже к виску. Дальше возьму пушистую кисть. Пушистую чистую кисть. С чистыми кистями, как всегда, огромная прям проблема. Также Бейли набор номер 221. Я ее очищаю. Своим очистителем, если там остатки чего-то есть. И для начала я пройдусь чистой кистью границ. И также, скорее всего, мне в складку еще хочется добавить один оттенок из этой палетки. Более светлый. Давайте так и сделаем. Вот этот оттенок посередине. Так, я также его занесу в складку. Чуть повыше всех оттенков и стушую. Все это дело вместе. У меня, кстати, сегодня день не задался, потому что мы проходим с донюхой комиссию в сад. И нам нужно, соответственно, ходить в поликлинику. А тот, кто был в поликлинике белорусской, тот знает, насколько тебе там не рады с самого начала. Насколько прям все плохо. Поэтому, да, выйдя из поликлиники, ты всегда чувствуешь, как будто на тебя вылили просто какой-то ушак с какашками. Хотя ты ничего для этого не сделал. И это причем только побыв в регистратуре и еще не поднявшись к врачу. Поэтому, да, поэтому настроение было немного подпорчено, но тем не менее. Как говорится, жизнь продолжается и трудности нас только закаляют. Так, на втором веке я делаю то же самое. Самый темный и наш средний переходный. И начинаю наслаивать в уголочке. Мне очень нравятся обе палетки, особенно палетка ньют. Обожаю, такие коричневые, более прохладные оттенки. Так, готово, вот такой каркас, что ли, для макияжа получился. И давайте теперь занесем под бровь самый светлый молочный оттенок. Он белый, но вот скорее такой цвет ванили. А не белый. Белый, не белоснежный. На этом пока палетку ньют отложим. И давайте возьмем палетку интеллект. И отсюда мне хочется набрать, я не знаю, какой оттенок, вот этот, либо вот этот. Давайте начнем с вот этого розоватого, все-таки потемнее. И дальше я посмотрю, что и как. Этот розоватый оттенок я, естественно, с помощью пальчика, как я всегда это делаю, перенесу полностью на все веко. Так. Он такой розовато-персиково-малиновый, что ли. Но он будет служить скорее подложкой, но при этом видимой подложкой под пигмент от Вокалюра розовый. Так. Очень красиво, кстати, сочетаются эти оттенки между собой и эти палетки между собой. Что-то вроде того. Давайте еще одну чистую кисть я возьму и чистой кистью немножко подтушую наш металлический шиммерный оттенок. Подтушую границ. Готово. И давайте переходить к пигменту от Вокалюр. Пигмент у меня из линейки Луз Пигмент и это оттенок Панелером 0.1. Ссылки, как всегда, на все, что я нахожу, я оставляю внизу. Немножко я его пересыпала в колпачок и также с пальчика буду переносить. Такой оттенок розового-золота. Здесь, видите, и желтое, что-то есть и розовое. И сначала я его на пальчик наберу. Далее на руке я его растушую, все эти хлопья, потому что пигмент такой специфический достаточно. И лучше сразу же растушевать. И по чуть-чуть вбивающими движениями я его буду наносить, и он придаст больше блеска и чуть-чуть сделает более тепленьким сам оттенок предыдущего, получается, цвета, который мы использовали из палетки. У меня также есть из этой линейки покалюр еще 3 или 4 пигмента, и мой самый любимый называется Blue Bram. Вот он прям совсем крутой. Вставлю фотку его, если не забуду, я с ним недавно, около месяца назад делала макияж. Остальные чуть-чуть такие более капризные, послабее, но тем не менее. Если вы любите блестяшки, то я думаю, что вы оцените. Так, готово, смотрите, цвет поменялся не слишком сильно, но блестка, блестка появилась гораздо больше. Так, то же самое я сейчас делаю со второй стороны. И смотрите, я наношу, получается, на сухое веко, никаких бас я не использую, либо клея для блесток, и так очень хорошо. При этом все переносится и состыковывается с веком, то есть прилипает к веку. Пигмент отлично. Смотрите, сколько у меня еще осталось этой красоты на руке, и здесь виден перелив такой с желтого в розовый. Чуть-чуть доохромит этот оттенок, и давайте чистой кистью я также его подтушу, немножко подтушу границ. Так, все, пигмент я закрываю, потому что с моей удачи я его могу просто рассыпать, и ничего от него не останется. И давайте сделаем что? Давайте сделаем также стрелку, стрелку-белку. Стрелку сделаем с помощью палетки Нью и самого темного оттенка. Будем ее делать такую мягкую. Давайте что возьмем? Давайте возьмем такую скошенную маленькую кисть также от Бейли. Это номер Y20. И самый темный наш оттенок. Хорошо его набираю и начинаю с середины. И тяну стрелочку вверх. Так, тогда приподнимется немножко, приоткроется чуть лучше взгляд. Но при этом она как будто еле-еле заметная. Дальше на нижний веко с помощью вот этой кисти плоской, которую мы уже использовали, я ее очищу. Я нанесу смесь вот этих двух переходных оттенков, светлого и темного. И немножко затемню линию роста нижних ресниц. Так, и теперь еще одной чистой кистью я просто подтушую все то, что мы сделали в границ. И что касается уголочка, давайте добавим немножко самого светлого оттенка из палетки Интеллект. Также на маленькую кисть. У меня есть такая маленькая кисть-карандаш под номером N31. Это также набор Бейли. Чуть-чуть наберу. И в самом уголочке добавим этот светлый такой белесо-розоватый оттенок. Для того, что это такая немножко акцентная розовая появилась. И последнее, что мне хочется сделать, это нанести также розовато-белый оттенок на слизистую. Это произведитель Vitex. И это их каялы для глаз. Линейка называется Каял Пенсил. У меня этот тон под номером 404. Очень часто я использую этот оттенок. Наношу его на слизистую. Сейчас я уберу осыпание, потому что пигмент у меня осыпался немножко на щеки. И мы с вами продолжим уже с макияжем лица. Я закончила с глазами. Также прикрепила по два пучка с двух сторон. И убрала все осыпания. Давайте переходить к макияжу лица в качестве праймера. Мы будем использовать сияющий праймер от произведителя Vitex. Линейка называется Redded Glow. Все названия. Всего, что я сегодня использую. И ссылки на то, что я найду, как всегда, будут внизу в описании. Это сияющий праймер от производителя Vitex. И он придает эффект такого жемчужного. Немножко белесого сияния. Я его буду наносить прям по всему периметру лица. Но концентрировать, естественно, на оскулах. Продукт не содержит в себе блесток. Не содержит в себе шиммера. Поэтому можно не бояться и смело наносить его по всему периметру лица блестеть. Шиммерным блеском точно ничего не будет. Праймер нанесен. Такой легкий эффект сияния, подсвечивания появился. Дальше тональная основа. Сегодня мы будем использовать тон от производителя Luxe Visage. Линейка называется Skin Evolution. У меня это 20-й оттенок. Это натуральный финиш. Это средняя кровящая способность. И это подходящий для меня оттенок. Чуть-чуть он будет потемнее. Но дальше все под правый консилер. Он достаточно стойкий. И красиво смотрится на лице. Особенно мне его нравится использовать, когда на мне как раз таки что-то сияющее из баз. Одну из своих многочисленных сияющих баз я использую. Мне очень нравится когда эффект. Еще более мягко все это смотрится. Еще больше усиливается эффект легкого блюра, который заявлен на упаковке. Так, и давайте распределять. Спонс у меня полностью сухой. Давайте распределять с помощью кисти. Сначала я растушую еще на лице дуофиброй. И далее сверху пройдусь кистью байфером от Vitex. Если у меня останутся полосы. Мне очень нравится и оттенок, и сам этот тон. И для надежности я все-таки пройдусь кистью байфером от Vitex. Еще лучше втушую все в кожу. Дальше консилер от производителя также Vitex, либо Belita. Нет, Vitex называется Perfect My Skin. И у меня это самый светлый оттенок, который под номером 21. Очень легкий консилер, практически ничего не делает. У меня он будет скорее высветляющим средством служить. И он просто высветлит мне те участки, которые мне хочется высветлить. Потому что в качестве консилера, который что-либо перекрывает, он на мне не срабатывает. Очень здесь легкая кровящая способность. Но так как у меня сейчас очень сильно шелушится кожа, то не хочется меня перегружать еще и плотным консилером. Поэтому такого варианта мне будет хватать. И давайте с помощью кисти от производителя Bailey. Она называется Y10. Точно такая же у меня есть черная кисть, которую я вам показывала в других своих видео. Это одна и та же кисть, она абсолютно одинаковая и по тому, как набитая, и по самим ощущениям. Это синтетика, которой я растушевываю консилер. Но точно такая же у меня теперь и в белом наборе, в белом варианте. Смотрите, видите, он совсем прям легкий. Втушевывается в кожу и скорее высветляет, если что-то нужно высветлить. Но не добавляет никакой кровящей способности большой. Она прямо здесь совсем минимальная. Дальше давайте фиксировать только консилер и только тезону с помощью пудры. Пудра от производителя Belor Design. Рисовая линейка называется Final Touch. Она матирующая и она бесцветная. Она заявлена, точнее, как матирующая. Но я бы сказала, что она не очень-то сильно матирует, по крайней мере. Не наглухо матирует и скорее хорошо так фиксирует. Оставляя все более-менее в натуральном виде. Нос я сегодня не трогаю, потому что у меня нос прям вообще желушистый. По полной программе, со всех сторон. Поэтому нос я обхожу стороной. Только вот здесь, где у меня более-менее расширенные поры. Подборожек и также на обу. Мы будем делать сегодня кремовый контуринг-бронзинг. Потому что давно я не использовала очень любимый у меня продукт от Belor Design. Это стик из линейки Multi Talent. И это единственный оттенок. Он называется как? Он никак не называется. Это просто единственный оттенок. И давайте с помощью какой? Давайте с помощью вот этой синтетической кисти я его растушую. Наберу сначала отсюда. И далее буду по чуть-чуть подтушевывать. И получается красивое бронзирование. Такое достаточно тепленькое на мне. Сейчас я без автозагара, поэтому на мне смотрится очень-очень тепленько. И если у меня есть автозагар, то этот же оттенок этого же продукта смотрится на мне гораздо прохладнее. Этот продукт ничего не съедает от собой. Тональная основа, консилер, все это остается на месте. И достаточно легко, непроблематично он тушуется. Так. Теперь так же, как всегда, я это делаю немножко. По линии роста волос. Я обычно добавляю бронзер. Готово бронзер. Закрываем. Следующее, что я буду использовать, это румяна. Румяна также будут в жидком виде. Точнее, не в жидком, а в кремовом. Кремовая текстура. И я возьму чистую кисть. Дуофибру маленькую. Также от Бейли. Номер L. L какой? L22. Вот эта предыдущая была под номером L77. В качестве румян сегодня будут кремовые румяна от производителя Maybelline. Линейка по названию Dream Matte Blush. Мой тон. Называется... Не называется. Мой тон под номером 40. И это кремовая текстура, которая смотрится очень матово на коже. Очень красиво, румяно, прохладный, розовато. Такой даже немножко лиловый оттенок. Так, хорошенечко я их набрала. И давайте немножко, понемножку будем наносить с помощью дуофибры. Так. Я сначала нанесу. И далее буду подтушевывать. Так. И подтушую предыдущей кистью. На ней уже практически ничего нет, но она помягче. Оттенок неплохо так сочетается с тем, что происходит на глазах. Он также розовый. И достаточно прохладный. И последнее, что мы будем использовать на лице, это жидкий руминайзер от производителя Vitex. Также в розоватом оттенке. Линейка под названием Glow My Skin. И что касается оттенка, то этот тон по номерам 12. С кисти я немножко добавлю себе на руку этого продукта. И с руки я уже буду переносить с помощью пальчика. Тогда я лучше всего контролирую, что происходит. И нанесу его на самые выступающие участки. На лице, получается, на скулы. И также немножко на переносицу. Здесь нет блесток. Здесь такое благородное. Подсвечивание. Тех самых выступающих участков на лице. То же самое со второй стороны. И за счет тепла пальчиков он разогревается еще лучше. Еще быстрее втушевывается в кожу. Следующее, что нам осталось нанести. И последнее, что нам осталось оформить, это губы. Я себе три помады отложила. Которые спокойно. Которые, господи, все падали. Которые, мне кажется, подойдут по сегодняшнему макияжу. Больше всего они все розоватые. Что касается линейки, это линейка Super Stay Million Kisses. Это матовая помада, производитель Belor Design. Три оттенка, 224, 218 и 222. Давайте посмотрим их. И поймем, что нам подойдет лучше всего. Это 224. Такой, более, чуть более фиолетовый. Дальше, что у нас здесь? 222. Более коричневатые. Так, ты отходишь сразу, но ты не подходишь нам сегодня. 222. Видит он под номером 218. Давайте я его вот сюда сделаю, чтобы сравнить. С нашим самым первым оттенком. Да, вот этот, мне кажется, подойдет лучше всего. В нем больше всего чего-то розового. Здесь больше всего лилового потона. А здесь прям совсем коричневатый, теплый. Качество карандаша у нас будет 408 оттенок. Я уже прям знаю. От производителя Flormar. Он подходит мне в последнее время абсолютно под все, чтобы я на губы не наносила. Так, готово. Карандаш нанесен. И немножко помады. Так, девочки, и это то, что у нас с вами сегодня получилось. Вот такой макияж. Приуроченный ко дню святого Валентина, ко дню всех влюбленных. Мне кажется, что он достаточно носибельный для реальной жизни. У нас нет прям чего-то, каких-то розовых стрелок, чего-то прям совсем экстра. Но при этом он однозначно в чем-то розовом и в чем-то нежном. Я имею в виду цветовую палитру. Что-то более нежное, что-то более такое розоватое в плане оттенков. Поэтому да, это то, что у меня сегодня получилось. На этом я буду с вами прощаться. На этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Надеюсь, что вы также вдохновились. Возможно, что-то симпатичное для себя сегодня сделаете. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся в новом видео. И всем пока. До новых встреч.